Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодняшний мой рассказ будет о лекарственном растении медуницы узколистной. Это растение я встретила в горах Кавказа на юге нашей страны, Черноморское побережье. Растение очень раннее. Цветение начинается примерно в середине апреля и заканчивается в конце мая. Медуница многолетнее растение, слегка опушенная, листья вытянутые, ланцетные. Собираю медуницу. Цветы медуницы в верхушечных соцветиях бывают розового, фиолетового розового и затем синего цвета. То есть, если вы придете с утра в лес, то вы увидите, как цветы распускаются фиолетовым цветом, а затем в течение дня они становятся синие. В народной медицине используются все растения медуницы. Я собираю стебли, листья, цветы. Наши предки издревле очень ценили эту траву. Медуница содержит большое количество марганца, железа, что очень благотворно влияет на кроветворение. Медуницу называют легочной травой. Она используется при заболеваниях дыхательных путей, так как содержит слизи, обволакивает горло, смягчает кашель, обладает отхаркивающим действием, а также обладает заживляющим и кровоостанавливающим действием. Медуница обладает мочегонными свойствами, а ее дубильные вещества помогают при отравлениях, против поноса, а также обладают антибактериальными свойствами. Заготовить траву можно несколькими способами. Например, связать ее в пучки. А затем развесить где-нибудь в тени, в хорошо проветриваемом месте, где тепло, для того, чтобы растение высыхало равномерно и не темнело. Очень удобно заготавливать небольшими пучками порционно, чтобы затем один пучок использовать на один заварочный чайник. Продолжение следует... делаю вот такие маленькие пучки связываю веревочкой делаю петлю и затем за эту сразу по несколько таких пучков это уже гарантия того что он высохнет быстро и не потеряет своих свойств и не утратить своей красоты цветы медуницы богаты глюкозой можно собрать цветы отдельно высушить и в сочетании с цветами других растений сделать цветочные чаи я очень увлекаюсь такими чаями и поэтому отдельно сушу и цветы медуницы какие же красивые цветы медуницы они так радуют глаз при правильном высушивании цветы сохраняют свои свойства и цвет их можно использовать для украшения десертов выпечки раскладывать нужно тонким слоем на бумаге и высушивать в теплом помещении сохнет очень быстро еще один способ высушивания травы это тонким слоем на бумаге высушиваем в теплом помещении либо где-то на сквознячке без доступа влаги вот такой можно приготовить чай из цветов разных растений трав здесь лепестки роз бутоны шиповника цветы акации цветы яблони липа цветы медуницы правильно заготавливайте лекарственные растения будьте здоровы и до новых встреч с вами была елена